Нет, это довольно сложно. Его жена боится, что дело выплывет наружу. Я его опишу. Мужчина лет 45-48, хорошо сохранившийся, высокий. Зря потеряла время. Надо искать днём. Вечером я никогда не найду квартиру, которая мне нравится. Его жена среднего роста, стройная. У неё приятная улыбка и короткая стрижка, но не одного возраста. А яблоко Раздора, другая женщина. Если это та, о ком я думаю, то она высокая, с хорошей фигурой. Блондинка, очень молодая. Её зовут Моника Пардо Фигероа. У неё хороший макияж, одевается современно. Она была моделью, но уже несколько дней работает в офисе сеньора Айгирры. И вы полагаете, что они... Любовники. Мне необходимы доказательства. Я хочу знать, где они встречаются. Где место их свиданий. Мы проведём полное расследование. Уверен, вы будете удовлетворены. Мне нужны адреса и прочие детали. Моя причастность не должна предавать согласке. Не волнуйтесь, сеньорита, это дело конфиденциальное. Когда зайти, чтобы узнать результаты? Позвоните через пару дней, я сообщу, что нам удалось узнать. Хорошо. О расходах не беспокойтесь. Я готова заплатить за информацию столько, сколько потребуется. Для меня это очень важно. Смех, да и только. Я ищу квартиру, а Йоланда даже не подозревает о моей причастности. Мне выгодно, чтобы она нервничала и ревновала. Чем больше она будет доставать Франциско, тем лучше. В конечном итоге она сделает его жизнь невыносимой. А я останусь в выигрыше. А что будет, если она узнает о нас сейчас? Это к лучшему. Это подстегнет события, и она поставит Франциско перед выбором. Но достаточно ли моя власть над ним? Кого он выберет, меня или Йоланду? Надо соблюдать осторожность. Я знаю, он сходит с ума по мне. Но прожитые совместно годы и дети имеют свой вес. Пожалуй, надо подождать. Я с каждым днем буду приобретать все большую власть. Я всячески угождаю ему, ласкаю его, стараюсь выглядеть как можно ослепительней. Я добьюсь своего, и я получу то, о чем я мечтала. Я добьюсь этого. Привет. Привет. Проходи. Мария Эмилия дома? Ее нет. Куда она ушла? Ты знаешь? Не могу сказать. Я только что пришла. Жаль, что Марии Эмилии нет. Если хочешь, можешь ее подождать. Нет-нет, я заскочил буквально на минутку. Как угодно. Странно. Что? Раньше, когда бы я не заехал, всегда заставал Мария Эмилию дома. Куда же она теперь постоянно исчезает? Может, встречается с другим мужчиной? Не могу поверить, что ты здесь лежишь и в таком виде. Господи, какое горе. Похоже, я появилась на свет, чтобы страдать. Я больше не могу нести груз, который лежит на моих плечах. Бабушка, прошу тебя. Мы же договорились, что заедем на минутку, и ты будешь вести себя спокойно. Тебе вредно волноваться. Ничего не говори мне. Ты запрещаешь мне даже плакать. Это единственное, что мне остается. И у меня для этого достаточно причин. Но сейчас неподходящий момент. Девочка моя, для слез момент не выбирают. Что ты сказала? У Марии Эмилии есть любовник? Алехандро, я пошутила. Они с бабушкой поехали навестить одного больного. Ты же сказала, что не знаешь. Я забыла. Я так и не спросил, как у тебя дела с отцом. Неплохо. Мне не хватает практики, но он проявляет терпение. Тебе повезло, потому что он довольно требователен. У меня отличные покровительницы. Мария Эмилия и твоя мама. Да, ты права. Ладно, передай Марии Эмилии, что я заезжал. Пока. Пока. Что с тобой, мама? Я повредила спину, дочка. Днем тащила с рынка тяжелую сумку. Ничего, пройдет. Вот, сядь. Да? Да, отдохни. Я приготовлю тебе кофе. Спасибо, дорогая. Россито, здравствуй. Добрый вечер. Дон Руденсио, проходите, проходите. Сейчас угощу вас кофе. Я как раз собиралась приготовить. Присаживайтесь. Ты приготовишь мне кофе, Россито? Да, я быстро. Садитесь, прошу вас. Какой шикарный арбуз. Я дал его Россито. Еще в больницу у Гучу, но она его забыла. Хорошо, что вы его принесли. Россио, видела, что принес Дон Руденсио? Огромный, красивый арбуз. Да, мама. Я подумал, что если оставить его в больнице, то он испортится. И решил принести его сюда, а заодно немного поболтать. Вот ваш кофе. Спасибо, дорогая. Спасибо. Ты впервые сварила мне чашечку кофе. Надеюсь, он будет сладок даже без сахара. Прямо как стихи получились. Нашему дорогому гостю. Большое спасибо. Мигеллон уже ушел? Да. Лало, Мигеллон никак не может решиться. Помоги мне. Если ты скажешь ему, может, он отважится. Ты мне не поможешь? Да, конечно. Я с ним поговорю. Обещаю. Послушай, раз с Мария и Мили ничего не вышло, ты решил вообще не влюбляться? Пора прощаться с Гучу, бабушка. Я уже устала повторять тебе одно и то же. Это результат дурных компаний. Господи, поверить не могу, чтобы Парда Фигероа сделал. Что ты натворил, негодник? Да, да, да. И не закатывай глаза, потому что я права. Я постоянно жертвую собой. И вот чем мне платят. Привет, привет. Дон Руденсио, шикарно выглядите. Дон Руденсио. Да, похоже, вы были в гостях у Хинероса. Да. Честно говоря, терпеть не могу этот наряд. Можешь принести мне пивка? А как же будет сделано? Лало, не забудь. Нет. Эти туфли меня доконают. Знаешь, Лало, Россио такая внимательная. Сама приготовила мне кофе, подала. И смотрит так, будто хочет что-то сказать своими глазками. Дело в шляпе. Завтра я приготовлю ей сюрприз. В день влюбленных? Нет, нет. Это подарок не для дня влюбленных. Это другое. Другое. Угощайтесь, Дон Руденсио. Спасибо, красавица. То, что я тебе скажу, заслуживает.